Посмотрите, как добавили мне уюта наши очередные гости, которые занимаются пэтчворком. Я вот, например, раньше не знала, что это такое, а вот сейчас уже увидела. Такое искусство. Да, у нас сегодня в гостях Татьяна Сливковысоцкая, руководитель студии прикладного творчества и Елизавета, помощница преподавателя, учительница школы номер 45. Доброе утро. Здравствуйте. 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 Как настроение? Настроение? Ну, такое еще не бодренькое. Так, мы сейчас взбодримся. Расскажите, что это такое пэтчворк лоскутный мастерство? Пэтчворк, пэтчворк это на английском, да, но как в простонародье это лоскутное шитье. Это достаточно древний вид рукоделия. Издревле наши бабушки собирали разные лоскуточки и сшивали их, ну, иногда вручную, иногда уже, когда были швейные машинки на швейных машинах. И даже сейчас это стало очень популярным видом народного творчества. А как давно вы занимаетесь им? Ну, здесь, в Красноярске, в городе, я занимаюсь этим более 10 лет. У нас есть даже клуб лоскутного шитья «Радуга», где мастерицы собираются и вместе участвуют в различных мероприятиях, выставках, ярмарках. Скажите, ну, ваш образ шикарный, скажу сразу, образ интересный очень, как раз вот по этой технике сделан, да, пэтчворк? Да, вот это техника стёжки называется, стёжка ещё. Ну, и панамка тоже сделана своими руками. Панамка шикарная. Ну, давайте тогда мы не будем разглагольствовать, начнём сразу же. Сегодня мы будем делать салфетки к Новому году. Да, вот такие различные новогодние салфеточки мы придумали для мастер-классов. И вот даже, видите, ученица у нас, ученица третьего класса, Лиза, шила. Покажи, какую салфеточку сама недавно. Ой, шикарная какая. Лиза, тебе нравится шить? Да. Заниматься рукоделием? Отлично. Ты сейчас сама будешь шить на машинке? Да. Давай, покажи, что это очень всё просто. Так. Нажимаем на кнопочку, да. Так, что нам самое главное понадобится? Швейная машинка. Швейная машинка, да. Ниточки. Так. И ткани нажимаем. И всё? А какие-то подклады специальные? Ну да, вот такие салфеточки состоят, как правило, из трёх слоёв. Это изнаночный, там какой-то наполнитель идёт. И верхний лоскутный слой. Конечно, он сначала собирается. Вот мы подбирали разные вот такие вот лоскуточки. Вы, наверное, просто приходите в швейный магазин, да, магазин тканей. И там у вас начинает фонтанировать воображение, наверное, да? Когда вы видели какую-то ткань и от неё пошло-поехало, верно? Или как-то это по-другому? Да, да, да. Это специальные ткани. Ну, конечно, мы очень рады, когда нам и приносят лоскуты, потому что очень много мастер-классов есть и бесплатных в рамках различных мероприятий. Будем в ближайшее время в Доме дружбы вот в воскресенье тоже проводить мастер-классы на рождественской ярмарке, конечно же. Ну, и можно всё, что я преподаю, всё, чем я делюсь, увидеть на моей странической ВКонтакте по имени Слевко Татьяна Высоцкая. Скажите, а можно какие-то старые вещи использовать? Не знаю, одеяло, плен, ну, то есть вот такое, чтобы... Обязательно, да, мы используем и старые, и раритетные ткани. Вот, допустим, если заглянуть на изнанку моей жилетки, это тут такой, да, раритетный, раритетная тканюшечка ткань, да. Антон, что ты стоишь? Давай там шею. Вот, я хотела спросить, скажите, а каждый может справиться? Да, видите, даже ребёнок может справиться. Сейчас Лиза тебе подскажет, Лиза тебе поможет. Сейчас скачу, Атоль. Так, что делать? Покажи, как опустить лапку. Так. Вот так, да, и на какую кнопочку нажать? Здесь. Это кнопочка старт, и это же стоп, да. Ага, можно я тогда сейчас, оп, так, всё. То есть тут педалек нет, да? Педалка есть, но мы упростили процесс. Антон, только пальцы себе не прошей, пожалуйста, Антон, мы тебя уже знаем. Да, техника безопасности. А, пошла работа. Как раз последние, да, полгода. Слушайте, у меня даже прям получается по вот этой плане. Ровнее, ровнее, ровнее. Так, 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 так. Лиза, ты там следи своим чутким глазом, хорошо? Чтобы он куда-нибудь в сторону строчку не прописал. Пытаюсь наш логотип тут изобразить. Так, слушайте, ну, интересно вот так вот скоротать, в принципе, время. А скажите, а мужчины к вам приходят? Да. Серьёзно? Серьёзно? И салфеточка вот такая вот. А, это получается именно в таком стиле, что сбоку у нас идёт рисунок, а здесь на однотонну мы можем вставить тарелочку, да, и приборы. Да, да, вот. Ну, всё. Так вот использовать. То есть, получается, мы ограничиваемся только рамками нашей фантазии. Да. Ограничивать себя не стоит. Ограничивать себя не стоит. Я, знаете, вот, это же классно, например, там, с ребёнком своим можно, да, вот, как-то провести время. И самое приятное, это вот можно сделать такой рукотворный подарок на Новый год. Да, и подарить своим близким, друзьям или родственникам. Ну что, мы желаем вам успехов творческих. Пускай ваша фантазия, как уже Антон сказал, не ограничивается. Лиза, тебе тоже больших творческих успехов. И пускай твои произведения рукотворного искусства продолжают радовать родителей и потом дальше всех-всех-всех красноярцев и вообще всех людей на этом свете. Договорились? Ну, а мы желаем телезрителям хорошего настроения и не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok